Сегодня в программе. Может ли таракан пережить ядерную катастрофу? Следующая легенда связана с малосимпатичными зверюшками, тараканами. Терпеть не могу тараканов. А что это за легенда? Ну, это уже классика. Якобы после ядерной войны на Земле останутся только тараканы. Круто. А как это проверить, чтобы самим не помереть? Тараканам все ни по чем. Они живут на Земле уже 300 миллионов лет. Правда ли, что им не страшен ядерный взрыв? Конечно, речь идет не о ядерном взрыве, а о радиации. Температура при взрыве такая, что испепелит все живое. А как это проверить? Купить тараканов и ядерную бомбу? С тараканами проблем нет, а вот с радиацией посложнее. Надо бы проверить и других насекомых, чтобы точно знать, что выживут только тараканы. Может, плодовую мушку, классическое подопытное насекомое, и мучных хрущиков. Они такие живучие. Какой звездный состав. Мучные хрущики, дрозофилы. Но сейчас нам предстоит встреча с главными героями эксперимента. Вот, надеюсь, почтальон не вскрывал коробку из любопытства. Здесь наши тараканы. Готен так, прусаки. Кое у кого на них аллергия. Ой, сколько их тут. Удрал. Когда-то бытовало поверить, что по ночам они питаются человеческой слюной. Какая гадость. Может, радиация их все-таки одолеет? Какие шустрые. Куда он делся? Где он? Прежде чем приступить к эксперименту, нужно убедиться, что они в добром здравии. Лучшая проверка тараканьи бега. На старт, внимание, раз, два, три. Вперед, Дитер. Вперед, Грета. Вот тупица. Грета, давай. Тараканы славятся своей живучестью. Грета первая. Но есть такое средство, против которого рыжий таракан бессилен. Дитер, как ты меня подвел. А это манок для тараканов. Тараканьи ряды поредели. С кем будем проверять легенду? Я готовлю контейнеры, в которых мы будем облучать насекомых. Я понимаю, что это жестоко. Они не подозревают, что их ждет. Но наука требует жертв. Похоже, Тори испытывает угрызение совести. Жалко зверюшек. Ведь подопытные могут погибнуть, а такое бывает нечасто. И дикие акулы. И злые пауки. Ужас. И сторожевые псы. Бежим! Во всех экспериментах с животными опасность, как правило, грозит разрушителям легенд. Но сейчас другой случай. Тараканы обречены на смерть только потому, что их специально вывели в лаборатории для опытов. Их дни сочтены. Но если легенда не лжет, с ними ничего не случится. В каждый контейнер мы посадим по 50 тараканов, чтобы каждый получил свою дозу радиации. Своего рода отель для обреченных. Назову-ка я его «Спите спокойно». Все-таки лучше, чем таракан Интернешнл. И так, насекомые в контейнерах. Осталось только их облучить. Ну, это проще простого. Предположим, после ядерной войны тараканы выживут. Но только ли они? В этом контейнере у нас плодовые мушки. Кэрри, Тори и Грант загнали в симпатичные контейнеры три вида насекомых. Осталось найти ядерное устройство. Я обшарила весь интернет. Оказывается, ядерная бомба — страшный дефицит. К счастью, есть лаборатория, где готовы нам помочь. У них есть подходящий источник радиации — кобальт-60. Отлично! Значит, мы сможем проверить этот миф. Им повезло. В солидном учреждении на берегу Тихого океана Тори встретился с большим специалистом по радиации — Мишель Джонсон. Значит, здесь мы будем облучать насекомых? Я вас правильно понял? Да, здесь находится источник с кобальтом-60. Он излучает примерно 55 тысяч рентген в час. То есть вы бы получили смертельную дозу за 10 минут. Смертельную дозу за 10 минут. Смертельную дозу за 10 минут. Пока Тори пытается вернуть на место отвисшую челюсть, поясним наш план. Вместо того, чтобы взрывать бомбу, мы воспользуемся высокорадиоактивным металлом кобальтом-60. И подвергнем насекомых излучению в трех дозах, измеряемых в радах. Одних — тысячу рад, других — 10 тысяч рад, а третьих — 100 тысяч рад. Между прочим, даже самая низкая доза для человека смертельна. Скажите, что происходит с человеком, получившим тысячу рад? Человек, получивший тысячу рад, погибает. Радиация в первую очередь поражает желудочно-кишечный тракт, а через него попадает во все внутренние органы. То есть человек не просто погибает, а погибает мучительной смертью. Да, вы правы, мучительный. Невеселая перспектива для насекомых. Опыт номер один. Тысяча рад. Источник радиации находится за стенкой. Из этого отверстия луч будет попадать прямо на наших насекомых. Первые подопытные на месте. Нажатие кнопки и смертоносный источник радиации в работе. Сейчас мы облучаем тараканов, плодовых мушек и мучных хрущиков дозой в тысячу рад. Для человека эта доза смертельна. Больше того, нам сказали, что нельзя заходить за эту черту. Безопасно, смертельно. Безопасно, смертельно. Идет, безусловно, самый опасный эксперимент в истории разрушителей легенд. Простая линия на полу стала чертой между жизнью и смертью. А что же насекомые через три минуты обратятся в пепел? Дрозофила, она и в Африке дрозофила. Разрушители легенд. Тараканы прошли тест на тысячу рад. Заходить можно? Да. Для человека даже эта доза смертельна. А для таракана? Плодовые мушки шевелятся, мучные хрущики шевелятся, тараканы шевелятся. Все насекомые живы, по крайней мере, пока. Все живы, но, по-моему, не очень активны. Радиация действует на клеточном уровне. Последствия облучения могут сказаться не сразу, поэтому за ними будут наблюдать в течение 30 дней. В первом опыте насекомые получили по тысячу рад и выжили. Во втором они получат по 10 тысяч рад. Во втором опыте доза облучения увеличивается в 10 раз. Мы наблюдаем за ходом опыта с помощью телекамер. Видите? На экране помейки. Это из-за радиации. К счастью, гранат находится вне зоны действия излучения. Признаюсь, заходить в испытательную камеру было страшновато, но, как мне объяснили, облученные насекомые сами источником излучения не становятся. Шевеляться. И правда, красота. Даже получив 10 тысяч рад, они живы. Но сколько еще проживут? Покажет время. Идем дальше. 100 тысяч рад. Это в 100 раз выше смертельной дозы для человека. Как не вспомнить плохих парней из кино? Мы их поджарим. Пока тараканов поджаривают, Грант выяснил, откуда пошла эта легенда. Внимание! Научное объяснение. Знаешь, что про радиацию говорит наука? Что? Как известно, радиоактивность открыл Анри Беккерель в конце 19 века. Но ученые не сразу узнали, что человека излучение поражает быстрее, чем другие существа, потому что действует в первую очередь на костный мозг и желудочно-кишечный тракт. Потому-то и возникла легенда, что в ядерной войне люди погибнут, а тараканы нет? Совершенно верно. Организм насекомых устроен проще, чем у человека, следовательно, они более устойчивы к воздействию радиации. Но это теория. А практика показывает, что 100 тысяч рад и для насекомых не пустяк. Вот так! Даже без подсчета видно, что в живых осталось всего процентов 10. В третьем эксперименте погибли почти все тараканы, но, судя по другим контейнерам, проверка не окончена. Эти насекомые получили по тысяче, 10 тысяч и 100 тысяч рад. А это четвертая контрольная группа. Эти насекомые облачению не подвергались. Мы используем их для сравнения с облученными и посмотрим, что будет. Итак, посмотрим, будут ли они жить, как ни в чем не бывало, или умирать, как мухи. Программа такова. 12 контейнеров, 4 с тараканами, 4 с мучными хрущиками и 4 с плодовыми мушками. Понаблюдаем за ними в течение 30 дней и посмотрим, сколько из них погибнет. Подсчет трупов погибших тараканов занятие не самое веселое, но разрушители легенд не унывают. Ты куда? Более того, они проследят, чтобы подопытные ни в чем не нуждались. Мы их будем кормить и поить, а через 15-30 дней посчитаем и посмотрим, действительно ли таракан самое живучее существо. До следующего подсчета еще две недели, а пока можно заняться чем-нибудь еще. Правда ли, что тараканы станут властелинами мира после ядерной войны? Кэрри, Тори и Грант облучили тараканов, плодовых мушек и мучных хрущиков колоссальными дозами радиации. Надо же, какой! И стекла половина контрольного срока. Ну и вонь! Число жертв растет. Ну-ка, пошевели усиками, вот так, хорошо, разогни ножку, нет, не эту, заднюю, вот так, молодец. До конца опыта еще две недели. Какое насекомое самое живучее? Говорить пока рано. Разрушители легенд. Кэрри, Тори и Грант экспериментируют с радиацией. Капитан, предлагаю всех их усыпить. Они подвергли тараканов, плодовых мушек и мучных хрущиков трем дозам смертоносного облучения. Кто окажется королем выживания? Вот уже месяц они подсчитывают трупы. А почему он без головы? Печальная обязанность, но не будем забывать. Их специально выращивали, чтобы убивать ради науки. Тяжело не только Тори, им тоже, но кое-кто выжил. С ума сойти, ведь это 10 тысяч рад. 10 раз выше смертельной дозы для человека. Смотрите, как много тараканов выжило. У мучных хрущиков дела обстоят еще лучше. У меня в руках единственный вид, который выжил, получив дозу в 100 тысяч рад. Мучной хрущак. Итак, миф подтвержден или опровергнут? Готово. Итак, говорят, что в ядерной войне выживут только тараканы. Каковы факты? Что мы получили? Действительно, тараканы очень живучи. Через 30 дней после облучения в 10 тысяч рад в живых осталось 10%, а тысячу рад — 50%. Поразительно. Еще бы. Для нас даже тысяча рад смертельно. Выходит, правда, что в ядерной войне тараканы выживут, а мы нет. Да, но мы проверяли три вида насекомых, а у других результаты лучше, чем у тараканов. Плодовые мушки чувствовали себя нормальной, умирали своей смертью, но самыми крепкими оказались мучные хрущаки. Даже после дозы в 100 тысяч рад, в 100 раз выше смертельной дозы для нас, 10% выжило. А у тараканов после такой дозы ни одного. Иными словами, любое насекомое выносливее человека, но на роль властелина планеты есть более достойные кандидаты, чем тараканы. То есть миф опровергнут, опровергнут, но нам от этого не легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова